Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. Реализация плана молниеносной войны, быстрый разгром Франции, Бельгии, Голландии, поражение Англии были достигнуты весьма низкой ценой. Вермахт не понес значительных потерь в людях, технике, не потребовалось мобилизации, напряжение всех сил Третьего Рейха. Германия не только не ослабела, а только усилилась. Были захвачены территории 9 государств. Австрии, Чехословакии, Дании, Норвегии, Польши, Голландии, Бельгии, Люксембурга, Франции. Область с городом Клапида. С населением более 100 миллионов человек. С неразрушенной инфраструктурой и промышленностью. В итоге в Европе произошли значительные геополитические сдвиги. Если до поражения англо-франко-голландско-бельгийских войск в Европе было три силы – СССР, Рейх и Союз Англии и Франции, то теперь осталось только две – СССР и Рейх. Англия сама по себе не могла быть центром силы, чтобы противостоять в одиночку Германии. К тому же в руководстве Рейха были сильны англо-фильские настроения. Ее не хотели добивать. Так Манштейн писал. Совершенно уверенно можно сказать, что Гитлер предпочтел бы избежать войны с Британской империей, так как его основные цели находились на востоке. 2 июня 1940 года в штабе группы армий А Адольф Гитлер сообщил, что после французской кампании и ожидаемого разумного мирного соглашения Германия получит, наконец, свободу действий для своей большой и настоящей задачи – столкновения с большевизмом. Поддерживало Гитлера и финансово-промышленное сообщество Рейха. В конце мая 1940 года Общество Европейского экономического планирования и экономики, куда входили крупные промышленники, чиновники и представители вермахта, составили заключение. Оно потом вошло в наброски программы развития континентальной европейской экономики на обширной территории под управлением Германии. Не надо забывать, что Гитлер – один из проектов идеи «Единой Европы». Эти программы предусматривали эксплуатацию народа в территории от Гибралтара до Урала, от мыса Нордкап на севере до острова Кипр на юге, при сохранении колонизаторского влияния в Сибири и Африке. Подтверждают это и германские авторы. Так Типпель-Скирх отметил, «С лета 1940 года мысль об уничтожении мощи Советского Союза стала составной частью планов Гитлера относительно дальнейшего ведения войны». Надо сказать, что эта мысль еще задолго до своего осуществления являлась определяющим фактором его стратегии. Подготовка к войне с Советским Союзом становится стержневым направлением проводимых в Германии мероприятий в армии экономики внутренней политики. Для этого отказались и от масштабных программ наращивания и совершенствования военно-морских сил. Все основное внимание сосредоточив на сухопутных силах. 29 июня 1940 года указом командующего сухопутными войсками Германии Браухича положено начало создания ударной группы войск на востоке. Начали разрабатывать план переброски подвижных соединений на восток. 19 июля Гитлер в парламенте официально предложил Англии мир, но английское правительство на него не пошло. Нужно было окончательно решить, продолжать ли одновременно подготовку к вторжению на Британские острова или сосредоточиться на подготовке к войне с СССР. В это же время начинается переброска бронетехники на восток, строятся дополнительные дороги. В итоге вопрос с Англией решили оставить на потом, хотя официально, вплоть до нападения на СССР, имитировали бурную подготовку к десантной операции. 31 июля 1940 года на военном совещании Гитлер заявил, что Англия будет держаться только при наличии США и СССР. Если рухнет СССР, то и США не будут поддерживать Лондон в полной мере, так как в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет Союза резко усилится Япония. Поэтому Россию надо ликвидировать. Нападение должно последовать не позднее весны 1941 года. Операция будет иметь смысл только в том случае, если мы одним стремительным ударом разгромим все государство целиком. Только захвата какой-то части территории недостаточно. Готовясь к удару по СССР, Берлин опирался на всю мощь захваченных им государств. Из Франции за два года оккупации было угнано 5000 паровозов, 250 тысяч вагонов. В 1941 году немцы вывезли из Франции 4 900 000 тонн черных металлов, то есть 73% годового производства Франции. В 1940 году вермахт забрал почти все вооружение и технику 6 норвежских, 12 английских, 18 голландских, 22 бельгийских, 92 французских дивизий. Только во Франции захватили 3000 самолетов и примерно 5000 танков. За счет французского и другого трофейного автотранспорта оснастили 90 дивизий. И это не учитывая чешских танков и другого вооружения чехословацкого ВПК. В 1940 году рост военного производства Германии составил почти 54%. В августе 1940 года принято решение довести число дивизий в действующей армии до 180. К началу войны вермахт вместе с армией резерва и войсками СС должен был иметь 250 полностью боеготовых и укомплектованных дивизий. Наращивали число подвижных соединений. 5 сентября в директиве начальника Верховного Главнокомандования вермахта по ускоренному развитию армии военного времени количество моторизованных дивизий повышали до 12, а танковых до 24. Важнейшим приоритетом стал выпуск новейшего оружия для авиации, артиллерии, танковых сил. Правда, идея Блицкрига наложила негативный отпечаток на подготовку войны с СССР. Готовились к войне типа «ударил-победил», а не к возможностям тотальной войны. Германию и захваченные страны мобилизовали, но в расчете на молниеносную войну. В итоге экономический фактор войны с СССР был недооценен. Считалось, что накопленного вооружения боеприпасов достаточно для быстрой победы, поэтому не рассчитывали сценарий значительного расширения производства в ходе войны. Этот фактор мог привести вермахт к тяжелым последствиям и привел. Кроме того, вопрос материального обеспечения и снабжения стал вторичной проблемой. Мол, наличных средств хватит. Хотя мощь вермахта значительно возросла, и Гитлер был уверен в успехе молниеносной войны. Вермахт получил огромный опыт ведения стремительных наступательных операций, маневренной войны, прошла проверку в войнах системы управления войсками. Люфтваффе имели огромнейший опыт ведения воздушной войны, еще от испанской компании. Сложился и успешно действовал тыл вооруженных сил. Транспорт и система сообщения могли в короткие сроки осуществлять масштабные военные перевозки. В войне с Польшей на стороне Германии выступила только Словакия. Во французской компании, когда стало ясно, что Франция разгромлена, поучаствовала Италия. Война же с СССР изначально мыслилась как крестовый поход на восток, с широким участием союзных государств и граждан Европы из покоренных стран. Так, по замыслам Берлина, Япония должна была выступить на востоке СССР, сковав значительные сухопутные силы авиационной части Красной Армии. Кроме того, она должна была отвлечь США от действий в Европе, отвлекать Англию, угрожая ее владением в Азии и Тихом океане. Основные усилия Италии должны были быть направлены против Англии. Так, еще в июле 1940 года итальянская армия из Эфиопии начала наступление на Египет. 27 сентября 1940 года между Берлином, Римом и Токио был подписан Тройственный пакт. Его конечной целью было завоевание мирового господства. С целью дезинформации Москвы было сказано, что договор не затрагивает политических отношений между его участниками и Советским Союзом. Кроме того, в агрессию против СССР вывлекались государства Юго-Восточной Европы. В Румынии был проведен переворот. Власть получил сторонник Союза с Берлином генерал Антонеску. В ноябре 1940 года Румыния, Венгрия, Словакия вошли в Тройственный пакт. 1 марта 1941 года в Вене было подписано соглашение о вхождении Болгарии в союз со странами Тройственного пакта. В Болгарию вошли немецкие войска. Хотя Болгария до этого лицемерно заверяла Москву в добрых чувствах. Вовлекли в союз против Советского Союза и Финляндию. 22 сентября 1940 года было заключено секретное соглашение о транспортировке немецких сил и материалов в Норвегию через финскую территорию. Под это соглашение в Финляндии начали размещать немецкую группировку войск для нападения на СССР. Финской элите обещали передать Восточную Карелию и Ленинградскую область за участие финской армии в войне с СССР. Таким образом, Германии удалось расширить свои стратегические возможности, угрожая СССР на огромной границе от Черного моря до Северного Ледовитого океана. На всем протяжении западноевропейской границы СССР. В войну против Советского Союза были вовлечены значительные военные силы. Дивизии Финляндии, Венгрии, Румынии, Италии и так далее. Это не считая добровольцев из захваченных Германией стран, где формировались целые бригады и дивизии. Плюс экономические ресурсы этих стран, включая нефтяные месторождения Румынии и Венгрии. Правда, Москве удалось в 1941 году заключить договор с Японией о нейтралитете, фактически нейтрализовав самого опасного потенциального союзника Германии. В Токио принимают окончательное решение развивать экспансию в южном направлении. Берлин прикрыл и свой южный фланг. Для этого были организованы вторжения в Грецию и Югославию. В Грецию вторглась первоначально только Италия. Но греческая армия нанесла ей ряд поражений. Берлин помог союзнику. В Югославии под давлением Берлина правительство 25 марта 1941 года присоединилось к Тройственному пакту. Но началось сопротивление народа. 27 марта группа офицеров совершила переворот и свергла профашистское правительство. Это послужило поводом к удару Третьего рейха. В итоге Югославия и Греция были оккупированы. Продолжение следует...